Разные управляющие организации, разные дома, а проблема одна, постоянно ломаются лифты. Частые поломки и длительный ремонт давно стали спутниками жителей домов 23 и 24 по улице Неделина. И в первом доме, и во втором по 17 этажей, а это значит, что добираться до своих квартир жильцам зачастую приходится пешком. Провести полноценный ремонт подъемников не представляется возможным. Завод-производитель закрылся и закупать комплектующие просто негде. Жители вместе с управляющими организациями обратились в администрацию муниципалитета с просьбой о помощи. По данному вопросу была созвана комиссия по чрезвычайным ситуациям, на которой было представлено заключение специальной экспертизы. Обследование подъемников показало, что в домах необходима полная замена оборудования. Отсутствует необходимый комплект с запасных частей и ремонтная база по восстановлению электронных плат и льдоток. Неразработана инструкция по устранению ошибок, не указанных в технической документации и выявленных в ходе эксплуатации. На комиссии также было заслужено мнение жителей и представителей управляющих компаний. Их точка зрения совпадает. Поломки возникают с завидной периодичностью, а заказывать необходимые детали часто приходится за рубежом, что растягивает процесс ремонта на долгие месяцы. Заслушав все стороны, комиссия приняла решение собрать необходимый пакет документов и направить обращение в фонд капитального ремонта для выделения средств на замену лифтов. Утвердить решение комиссии о замене данных лифтов и обращение в фонд капитального ремонта, чтобы они заменили их и установили новые лифты. Комиссия выразила надежду, что фонд капитального ремонта рассмотрит вопрос о выделении средств в кратчайшие сроки и уже к началу нового года в домах начнутся работы по замене лифтового оборудования. Мария Смирнова, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.